У нас уже главный есть, который поливает. А чего вы так беспокоитесь тогда? Если на продажу, то что? Они нас сейчас радуют. На самом деле, вы сюда приходите заниматься йогой. Я считаю, что этот процесс должен быть максимальным. Потому что очень часто хочется в практике подойти и понюхать цветы. Есть такие у нас. Посмотреть, что там происходит. Это отвлекает. А если бы здесь слоны стояли? Они же живые. Их надо покормить. А вон тот точно голодный. Нас приятно надо было больше. Я вам идею закидываю. Просто я еще раз объясняю, что в практике йоги мы максимально должны концентрироваться. Концентрация есть в практике. Есть. В дыхании есть. Ваша практика, она должна выходить на уровень, когда вы вообще не останавливаетесь. Я сейчас говорю не когда она заканчивается, а в самой практике. Очень много просто прецедентов, когда человек занимается, и у него там еще впереди полкомплекса, а он начинает ходить цветы и нюхать. Отвлекаться. Полить цветы надо. Полить цветы надо. Потому что я на нее смотрю, на цветы, понимаешь, и вижу в них много изменений, которые не ложатся в мою психику, не укладываются. Гармонично. Более, понимаешь. Да, боли. Я и говорю, а где святоточенность на практике? То есть мы размываемся. Мы приходим получать один процесс, а он у нас и так как бы весь ломан, да? Мы еще добавляем. Йога по идее должна нас взращивать, да? у нас жизнь она пусть будет сто лет мы берем практику йоги и она должна нас чуть-чуть дополнить какого-то качество жизни может быть даже живет саму саму жизнь продлить нам дали пожалуйста берите делайте в ней заложено что она продлевает жизнь за счет дыхание увеличение концентрации внимания мы прорабатываем какие-то тонкие аспекты своей психики вот то есть мы взяли мы как бы не работаем с этим и что получается да там в 30 лет 40 лет мы начали заниматься и из этих 10-15 лет которые мы занимаемся да мы ее делаем но мы не делаем ее некачественно то есть мы не дышим нормально по факту мы не концентрируемся то есть практика она как бы есть там 5 10 15 лет уже да а если начать разбираться то ее в принципе но она как бы есть как физкультура если по чесноку то есть просто гимнастика да там она прорабатывает какие-то органы да как работает как терапия да там вот иногда как бы хорошо но если мы берем именно йогу да как она есть и об этом собственно говорит патанжаны йога чита 1 да он не говорит много нога за головой он говорит йога чита в ритте не рот а вот где это чита сознание где эти в рите они уходят в рите это когда мысли до беспокойный то есть мы с этим работаем или нет или вот нам а нам а нам у нас понимаете у нас всегда будут какие-то объекты которые нас будут вышибать это нормально всегда будут люди которые нам будут колеса в палки ставить это нормально надо к этому привыкать будут ситуации происходить которые они специально происходят в жизни да там пока армия нам суждено там пройти какие-то ситуации люди болезни нужны святые приходится все прорабатывать йога она нам дана чтобы этот процесс смягчить а мы с этим они работаем то есть мы еще набираем мы эти цветы набрали еще вы еще поставить еще чуть-чуть еще будем хавать цвета да причем тут после практики я говорю сейчас про практику саму то есть у нас у нас есть раньше у нас было стекло вообще под ноль под этот под и все смотрели на деревья я подхожу до мне говорят она зеленая ты видел я подхожу делать аджаз а вот ты видел рекламу включили и так постоянно то есть практике она очень странно то есть какая-то такая выходит на уровень реальной физкультуры уик физкультурный зал я не против как бы вопрос индивидуально чего хотите может у вас и нет задачи никакой моя задача просто ввести вас как бы к истокам так сказать чему вообще здесь занимаемся это просто делает мой учитель я тоже самое делал поэтому максимально то есть у нас есть чуть-чуть времени да там два часа жизни в течение там дня мы должны использовать максимально максимально хотя бы эти два часа использовать максимально тогда что-то может зацепиться более глубокое если нет тогда ну как бы о чем хотеть здоровье будет будет здоровье на каком-то уровне там но йога она не до этого дается в принципе если мы берем ее базовые принципы йога чита врите ниродхаа и вторая сутра говорит тадас сварупам вастрана то есть тогда практикующий начинает видеть ему открывается цветы инстаграм фейсбук просто за счет того что нам даются практики вот эти техники да дыхание концентрация внимание нам открывается внутренний мир наш инсайт не аутсайд а инсайт то есть если мы это все используем а если нам открывается внутренний мир то есть мы начинаем жить внутренним миром там столько всего интересного столько интересного процессов столько идет из этой жизни накопленных и в прошлых жизни накопленных но они потихонечку там конечно надо заниматься но они открываются об этом все пишется вы начинаете там то есть жизнь внутренне все вот это все вся мишура она просто не имеет значения она называется в йоге моя моя иллюзия этого нет ничего почему этого нет ничего просто даже научно это доказано что это это пустота этого нет ничего то есть вы начнете вот я приводил не раз пример наших философских диспутах на лекциях вы берете юлу видели такая юла маленькая начинаете крутить она пошла понимаете о чем речь то есть она начинает начинать набирать обороты то есть вы смотрите на нее и она превращается в какой-то момент просто в какую-то ну такую струю как полоску до исчезает потом вы подаете еще жару еще максимально постройки то есть она превращается вообще еле видно ее да понимаете о чем речь вы еще подаете жару то есть она просто превращается в звук ее нету все пожалуйста нет любой предмет расщепить его нету все это материя материя имеет свойство разлагаться ее свойство просто исчезать то есть она имеет определенное время здесь стул взять его сделали дерево росло потом стол потихонечку начинает рассыпаться тоже какое-то время существует его нет материи материи свойственно исчезать тоже исчезать было нет закрыли тучами какие-то вещи они вечные это солнце луна вот мы видим в каком и состоянии находимся каждый видит все свое не но он описан почему возьмете любые йога писание да там там все это описано откуда чего когда когда она закончится и существование все это описано если захотеть все можно найти сколько век этот продлится сколько в канал закончится когда потопы там такие максимально важные важные события принципе любой астролог этому скажет все это можно просчитать и даже описано йога говорит что каждый человек живет определенное времени дыхание вдохов и выдохов то есть он не говорит сколько лет вдохов и выдохов поэтому я и говорю что если мы в этот процесс вкладываемся до дыхание увеличим то мы увеличиваем жизнь и у нас есть буквально два часа чтобы этот процесс максимально ну если мы хотим что-то изменить максимально в него вложить а у нас не получается связи с нашими санскарами то отпечатками то что у нас было там в течение жизни то есть нам это все мешает мешает сосредоточиться потому что у каждого возьми да у каждого свои там проблемы вопросы надо решать да и все это оттягивает оттягиваю плюсу даже все эти клеши обусловленности все наши мы там нас это там это и в итоге все это либо мы с этим это прорабатывает потихонечку со временем либо мы все это с этим не работаем соответственно ничего не меняется вопрос хочешь ли ты меня нет я согласен но надо просто изначально понимать должно быть знание о чем речь да ты можешь это нормально шаги должны быть естественно степ-бай-степ вопрос просто ты висишь да там взятие там начала твоего входа и взять через пять лет что-то поменялось или то же самое нет нет мы всегда говорим мы всегда говорим о том о формуле когда есть постепенность корректность и стабильность все а то получается так что вроде как добавляешь стабильность просто стабильность никаких ожиданий никаких ожиданий это нормально это в любом деле ты денег заработала сто тысяч нормально потом ставлю больше если это бизнесмен нормально же 200 тысяч у меня уже цель 20000 нормально нормально заработал опа дальше и 300 тысяч так далее это бизнес для всех нет а есть такой момент да что это не обессиливается то есть это просто как это даже если есть такая не помню с какого произведения йоговского по-моему с бхагалдгиты что если человек он на чем-то остановился и и закончил свою деятельность то он следующих жизнях должны в этой жизни да он начнет с того же момента которого он закончил то есть это сегодня не звучало так что только физика только здоровье хорошо об этом не об этом речь не идея не это естественно я еще говорю постепенность то есть сначала мы заходим у нас тело больное это нормально все больные мы получаем здоровье получаем здоровье здоровье получили что дальше дальше что просто странно когда человек занимается там пять десять лет а он как бы цепляет все то что цепляют начинающие то есть уже какой-то ну предполагается должен что-то там меняться иногда почитывать йога с утра те же о чем речь то потому что в принципе это нормально вышибает у нас есть работа у нас там семья обязанности там проблемы все решают это нормально они у всех есть но мы должны возвращаться к истокам не к инстаграму я просто говорю где где нет ценностей йоги ну таких вещей а именно к истокам откуда не инстаграм не знаю что фейсбук не знаю что у меня такие ассоциации просто сеть где где нет где нет там просто информация мне что-то надо продать непонятно что в это вкладывать вроде нога за головой вроде йога потом смотришь уже купила абонемент непонятно что это очень распространенная ситуация только вчера у меня был диалог о том что ну я практикую что стрейчинг это тоже когда человеку говорит что асама это одна из восемьей ступеней йоги и что йога это много больше чем асама часто встречается ну это нормально esto нормально это не фигня в этом есть много всего encourage это достаточно сложно это реально очень сложно это реально очень сложное потому что будет у тебя уже есть опыт ты понимаешь реально что это сложно А зачем кому-то что-то доказывать? Согласна мне, зачем? Какие, как ты, как раз, сразу уже, в их 90%? Немного. Немного для чего? Ну, я не говорю о том, что... Ты же не собираешься на училище? Пока. Ну, когда есть несколько фраз, да, там... Просто ты не хорошо знаешь человека, ты можешь пару фраз сказать, А ты понял, что там как бы глухая стена? Ну, ты реабируешь на мнение окружающих, получается. Мы вчера об этом говорили. И Грегор зависимый человек. Либо у него есть своё... Свою внутренняя жизнь, опыт, проживание каких-то вещей. Когда ему говорят, да, что в прогибах ягодицы должны быть расслаблены. У него нет вопросов, потому что он их напрягал одно время, а потом расслаблял. И у него есть опыт, где ему глубже достается прогиб. И с расслабленными ягодицами, и с напряжёнными. У него своё мнение есть, понимаешь? Нежели ему говорят, надо расслабить, либо надо напрячь. И когда некоторым говоришь, у них в голове война наступает. А этот сказал так. И всё. Нет внутренней, внутренней, нет работы. Когда есть внутренняя работа, а йога, она даёт максимально эту возможность, возможность даёт это проработать, вот эту вещь внутренней. И тогда не будет вот этой мешанины, вот эта вот вся мишура, она не будет вешаться. Потому что в ней ничего нет интересного. Это майя. Столько всего внутри интересного. Опыт. Духовный. Реализации. Постоянный. Стабильный. Понимаешь? Столько всего. Можно книжки записать. Каждый день какие-то записочки маленькие, да? А потом раз и буклет. Я и я. Я. Моя внутренняя жизнь. Выпуск первый, выпуск второй. Да, 35, выпуск. Да, 35, выпуск. Но на самом деле, вот ты сейчас привыла пример хороший, да? С такими людьми надо всё равно уметь общаться. То есть, ну, они не понимают, как бы такой вот сложный. Это сложно реально. Поэтому не надо им таких сложных вещей давать. Это можно отношаться к кому-то я не понимаю. Я на своём уровне не понимаю работу. Ну, хороший, на самом деле, посыл для, так сказать, развития себя. Это же всё равно развивает человека. То есть, смотрите, либо мы общаемся в йогу комьюнити, да? Здесь все такие же. Вот я тебя понимаю, да? Его понимаю, его понимаю. То есть, мы все на одной волне. Ну, когда мы… Ну, плюс-минут, да. Плюс-минут, да. Есть, конечно, о чём поспорьте. Всегда поговорить. Это прекрасно. Да. Ну, когда мы выходим за пределы, да? Там надо будет уже по-другому как бы это всё. Свои идеи, свою внутреннюю жизнь выдавать людям так, чтобы они и поняли. А не говорить, что фу, типа, вы не понимаете вообще. Я вам тут рассказываю. Это нормально. А как? У нас должен быть гибкий ум. Гибкий ум. И расслабленные ягодицы. Да. И расслабленные ягодицы. Сто процентов. Ты прямо в точку попал. И тогда мы будем, как иголка, вплывать в этот социум и выходить оттуда как слон. Очень интересная задача. Не пытаться не навязывать свою картину веры. Конечно. Конечно. Это тоже, это тоже работа внутренняя, понимаешь? Чтобы почувствовать людей, ихний эгрегор. Что они вообще тебе проекциируют. принять все это, перефильтровать и выдать им еще любовь. Понимаешь? Не защиту какую-то, да, там. Сейчас они меня там, это, да, я еб такой крутой. Они сейчас меняют. А еще им это всех обнять и сказать. Ребята, вы такие классные. Я вас всех люблю. Ха-ха. Пойдемте ко мне на практику. Сейчас все будет. А потом чай попьем. Офигенно будет. Он мне говорит, да я не могу. Да ладно тебе. Все ерунда. Приходи просто и все. Вот такое настроение. А не то, что ты пчу, асана, нет. Это вообще такое. Ты ничего не врубаешься. У нас нет вот этого внутреннего вот такого удовлетворения. Какие-то все время защита, оборона, да, непонимание. А когда внутренняя жизнь идет, процесс идет, ты прорабатываешь эти все страхи, неудовлетворения, какие-то ложные свои стереотипы по отношению к другим людям, концепции, что-то такое. И можно всех принимать. В принципе, это уровень духовно реализованных людей. Мать Тереза какие-нибудь такие. Ну, известные люди. Ну, в целом, как бы любые. Ламы. Вот вы ездили в Гималайи? Мы были. Может быть, здесь общались с ними? Они вообще как дети. Они все как дети. Ты общаешься и боишься, что что-то сказать не так. У меня прям смирение перед ними. Хочется чуть ли не упасть там. Потому что они сами такие. У них одна такая выходит. Что значит как дети? Ну, состояние таких, знаешь, незащищенных людей, которым хочешь что-то дать. Помочь, сказать, еще что-то. Ну, не сказать, а что-то отдать. Может быть, это личное восприятие такое, что они говорят? Ну, возможно. Возможно. Но это мое личное. Да, конечно. Мое личное. Я не говорю, что у всех такое. Ну, хочется. А такой Грегор от них стоит, что вот что-то такое настоящее. То есть, человеческое. Понимаешь? Как бы ты хотел видеть окружающий мир? Вот он. Все добрые. Безопасные. Да, безоп... Вот. Молодец. Безопасность. Реально. То есть, тебе не надо там... Обороняться. Да, да. Ты иди посмотри на улицы. Они все ходят. В состоянии. Уже чуть-чуть и все. И готов уже ударить. Защита. Все приходят на йогу. Вот такие. Удавность в пользу. Да. Потому что нет солнца. Да. Солнца нет? Нет. Едим непонятно чего. Да. Как непонятно. Если... Ситуация, политики то же самое. Все. И человек потихонечку он закрывается. Все. Это психосоматика. То есть, состояние психосоматическое. Там беспредел. Все. Начинаем. Ух... Ух... Походка такая. Выходишь... Да. На улице. На твоей шили ноги расставляют. Не дай то, что я говорю. Я сейчас говорил не о ногах, а о верхней части. Не о тазовом дне, а о плечевом поясе. Просто, ну, это как бы человек, когда стресс, да, у него сразу. Естественно, можно открывается. Ну, и поэтому такое вот состояние. Одиночество там и все остальное. Сюда. Открытость такая вот. Желание помочь. Не что-то не получить, а помочь. То есть, ты идешь уже в какой-то коллектив, да, не что-то им доказать, показать, там, рассказать, а с такой настроением заботы. Что я могу для вас сделать? Можно, например, пустить? Конечно. Я вчера взаимовую кустину. У нас там в правде есть кустину. Есть в Пушкино, да, там, но. Вот. Но в правде часто не бывает каких-то вещей. И я заехал в Пушкино. Я хотел взять не мясо, там, знаешь, соевое мясо. Они там приготовляют. Ну, специально. Ну, какое вкусное. Курица. Вот. Заезжаю и в незнакомое место я начинаю искать, начинаю копаться там, где и что. Вот. Это самое. Знаешь, и одного продавца подзываю. Она не может найти. Второго не может найти. А потом там в центре зала идет такая, знаешь. А вот общение такое происходит, знаешь, ну, как-то, знаешь, как-то благостное такое. Как с любовью. Вот у меня просто, знаешь, прет с меня, свет какой-то. И мне так классно. Если меня мешает, я там шучу. И вот в центре зала женщина. А я вас знаю. Вас зовут Геннадин. Припишись. Такой. Сейчас я вам все найду. Такая. Проходит раз там где-то. В углу самым выдернула. Говорит. Вот. Это на местности у тебя там, да? Ну, это в Кушкино. Ааа. То в пусть или работают. То в одном месте, то во втором. То в одном во втором. Говорит. Вы меня знаете. Как откуда? Вы же там на правде постоянно заходите. А там. Или карточка. Забиваешь свою карточку. Ааа. Или этот самый. И по номеру телефона там увеличивается всегда имя. Я понял. Ааа. Ааа. Мне так интересно стало. Ну, такое редко встретиться, конечно, в магазинах. В основном там. Да. В основном там. Ну да. У них как-то это. Какая работа. с официантами там. Они. Расслаблены. Искренне. Что-то тебе предлагают. Потом я была пару раз впечатлена тем, что там. Ну, какие-то детали, например. в туалете. Это крем для рук. С ежевикой. Здесь нет там каких-то добавок. Здесь реально добавлена ежевика. Это там какое-то мыло. Оно ничем не пахнет, потому что здесь нет никакого хима. То есть там какие-то описания. Они заворачиваются. Они сами делают растительное молоко и каждый раз с восхищенными глазами рассказывают, что у нас не сахар, здесь финики и так далее. Как-то раз они. У меня много снимем. Как-то раз они сдержали там какой-то напиток, чтобы забыли. Дали, значит, талончик на бесплатный напиток. И потом оказалось, что это вообще можно взять абсолютно любой размер, хоть пол-литра. Они мне сами предложили, возьмите большой объем. Это же выгоднее и так далее. Перед Новым годом. Какие-то даты, они вообще были закрыты. Представляешь, что мы хотим отметить всей нашей командой, поэтому извините, но мы закрыты. Для нас важно собраться все вместе. И вот поэтому вредно ходить, например, в какие-то кафе или какие-то магазины, где есть определенная фолосонка, которая спускается. Они так подбирают людей. И, ну, например, заходишь в какое-то другое, как и почувствуется, что официант напряжен, он какой-то злой. Он даже вымещает. А это почему? Потому что менеджер у него такой злой. А почему менеджер? Потому что там директор такой. Когда есть, ну я не знаю, как это иначе назвать, как внутренняя философия, какая-то проблема. Зашли люди, это же круто. Если не будет людей, значит, не будет прибыли. Не будет прибыли, наверное, у нас будет не три Сатурника, а два, потом один. Я вообще запомню, как это же хорошо. У меня тоже опыта такого очень много богатого. Я же работал в общепите лет 15. Я же поваром работал. Это же философия. Я видел, как все это устроено. Внутренняя жизнь этих всех заведений, кафе, ресторанов, даже дорогих ресторанов. Опыт был работать в Петровском пассаже один раз. Японский ресторан, я не знаю, сейчас он есть или нет. Но это один из дорогих ресторанов. И там творился такой же капут, как и везде. Ну, в целом, да. Но есть исключения, их на самом деле очень много. И что удивляет, что сколько бы ты ни проверял, всегда будет одинаково. Ну, просто потому, что там есть вот эта философия. Знаешь, да, я говорил, это тоже у нас были диалоги по комьюнити, да. И я говорил о том, что если есть один лидер, ну, хозяин, босс, да, этого заведения, и у него есть принципы, так сказать, ну, сатничные, как у него еще... Миссия, стратегия, философия. Да, то он может задать целым тон, ну, не должен, не может, а обязан. То есть это его задача. Да. Он задает тон всему настоянию. Ну, потому что, ну, потому что это его обязанность. То есть он, в принципе, это обязанность любого шеф-повара, там, на кухне, например, да. То есть вот у него есть там свои взгляды, там, ну, если взять с точки зрения поварства, там, блюда. Он смотрит, контролирует, чтобы все блюда были выглядели не так. Он пробует, там, да, так, не так, да. И потом это все выдается уже в зал. То самое в кафе, да, там есть босс, да, и он смотрит, чтобы настроение, оно было соответствующим. Потому что у него оно такое. Вот. Поэтому задача лидеров быть, а, нравственными, вот, нравственными принципами, соблюдательными. Ну, не ругаться, там, я не знаю, много, много их. То же самое в комьюнити, да. Есть лидер, да, который, за которым стоит все. То есть если он сам не соблюдает, да, эти нравственные принципы, еще что-то, то все комьюнити будет таким же. Логично? Логично. Поэтому должен быть за этим стоять один человек, да, который за этим, как бы, это все выдает. Он сам должен этим качественно обладать. Если нет, тогда откуда? Выжимать из себя. Говорить, что ты ругаешься на них, а как он не будет ругаться, если сам босс ругается. То же самое, как ребенок и родители, да. Дети, родители приходят домой и удивляются, почему их не ребенок съел банку гущёнки. Потому что они сами едят. Почему они ругаются? На эту тему есть. Яралаш недавно случайно наткнулся, когда там ребенок приходит в школу и начинает там, ну короче, такие фразы говорить. Типа там, отстань, ну как бы, такие очень резкие, некультурные, так сказать. Воспитательница такая, что такое? Что с тобой случилось? Надо пойду к твоим родителям. Приходит домой, а там родители в таком же духе. В общем, короче, идея воспитания характера и передача его окружающим. Вот, но если возвращаться опять же с этой идеей, с чего мы начали, да, то просто у нас есть минимальное времени, да, которое мы можем потратить на самоисследование. Откуда эти качества? Вот, пожалуйста, практика йоги, она нас дает. Потому что когда начинается внутренний мир, мы начинаем отслеживать эти вещи. Работа над собой начинается. Кому что не так сказал? Вспоминаешь, у тебя же процесс идет. Вчера там произошли какие-то ситуации, кому-то что-то не досказал, внимание не обратил, да, там, галочку поставил уже, да, все, процесс пошел. То есть раз уже с этими людьми начинаешь общаться, вспоминаешь, оп, может это не получится, да, но уже на это внимание обращаешь больше, больше, больше. Потому что раз уже получилось сказать позитивное слово в ответ негативному, негативным эмоциям, да. Внутренняя работа, качество, проработка. А так вся жизнь выходит на автомат, на автопилоте. Как пошло, так и пошло. Осознанности нет. Мы все говорим об осознанности постоянно. Что это такое, не понятно. Это уже какой-то, как бренд. Йога это осознанность. Откуда? Никто не концентрируется, никто не дышит. Откуда эта осознанность появится? Просто так. Потому что я йог. А в йоге можно проработать достаточно такие серьезные вещи. В ней заложено. Описывается. Учителя, они только об этом и говорят. Там почитать Кришна Мачаря, о чем там писал. Много чего писал интересного. Та же Патанджи Легу Сутра. Откройте там столько всего интересного описано. С работой нашей психики. Как она реагирует. Как она воспринимает этот мир. Какие вещи мы можем проработать. Там все описано. Какие встречаются проблемы на пути. Практики. Что с ними делать? Все есть. Откаты, неоткаты. Почему откаты? Там все описано. Целый столб. Раз. Два. Три. У нас целая лекция была. Диалог. Откаты. Практики. Актуально. Я вчера подумал о том, что наш чат с постами можно уже анонсировать для всех. Ну вообще для всех. Потому что там столько информации уже. То есть человек ничего не понимает. Вот тебе. Сначала начинаешь смотреть, читать. Больше ничего не надо. Вообще ничего не надо. Там все есть. Все. Все. Начиная с работы физики. С деталей. Каждой части тела. А он приватный или по причине. По ссылке можно дойти? По-моему. То есть какие-то вопросы есть? Вот пожалуйста. Ссылочка. Там все есть. Как работает психика. Уже разложили максимально. Как работает физика. Какие проблемы. Нас добавить хэштейли и сделать навигацию. Где, что, где, что. Тем, кто не знает. Ну я это расскажу. Наша школа. Школа йога дыхания. Тоня, вы читаете, смотрите, что происходит? А? Нет. Какой-то тортик. Тортик. Тортик? Ну тортик, да понятно. Все видео, да. Видео, ну не все, но какие-то. Наилучшие. Наилучшие видео. Поздравляю. Поэтому, заканчиваю эту тему. Задача не попасться на ловушку выглядела. ловушку маи. Для этого нам дается йога. Как мы работаем, то мы, в принципе, и получаем. А самая главная задача йоги – это освобождение. Ее называют кайвайлия, нирвана, как еще? Все. Не раствориться и не возвращаться. А как мы растворимся и не будем возвращаться, когда мы зацепляемся за все. Мы цепляемся за цветы, мы цепляемся за людей, мы цепляемся за ситуации какие-то, цепки, самскары, они нас тянут. Что-то случилось, вот какая-то ситуация, все, мы на них залипли и все. Нам говорят, дальше надо идти, там свет, радость, любовь. Как крючок такой. Потом оторвался. А там реально свет, счастье. Я говорю, вау. Показали чуть-чуть, потом закрыли и опять. Так примерно это выглядит. А там же тоже столько всего интересного. Цветочки, столько цветов. Не только цветов, пирожков, дач, огородов, лыж, сноубордов, скейтов. Море впечатлений. Да, сто процентов. А есть учителя, которые говорят, путешествовать вообще не надо. Все путешествия у вас внутри происходит. Если вы внутренней жизнью живете, реально, то вам такие там открывают границы. Что вам не надо тратить деньги на море, на какие-то вещи там. То есть, если так начать разбираться, то, в принципе, человек самодостаточный в целом. По определению. Сад, чит и ананда. Сад – это вечный. Чит – полон знания. И ананда – блаженный. Все есть. Надо только уходить. Уходить от сайта. Сайта йога в целом для этого. Это сложно. Это максимально сложно. Мы же видим, что это реально сложно. Бытие осознание. Да. Да. Я не говорю, что это должно наступить там завтра и что мы все такие, какие-то не такие. Нет, мы все такие. Мы должны все принять свою ситуацию, свое состояние. Но у нас должно быть просто знание о том, что там что-то есть более интересное. И у нас есть к этому путь. Как мы его проходим, либо не проходим. Просто знание. То есть, моя идея в этом – открыть границы сознания и проложить тропинку. А искать мы уже и идти, и принимать будем самостоятельно. То, что мы и делаем в практике. Практика самостоятельная. Процесс самостоятельный. Но уже закладываем направление. Наверное, на этом я закончил. Спасибо. Это было очень интересно. Спасибо.